Вам будет представлено приложение, созданное на основе ClickSense от компании BI Consult для компании автоцентра. Сейчас выбран первый слайд, панель управления. Здесь можем видеть основные показатели, важные для этой компании. Также два графика с динамикой. Один валовый прибыль, другой средней стоимости. Также здесь присутствует панель фильтров. Сверху мы можем выбрать конкретную дату, год, месяц, неделю. Слева отфильтровать по конкретному салону или склад-группе. Данные читаем в виде, так как они зашифрованы. Сейчас на 2009 год, это значит, что все данные отфильтрованы по 2009 году. Можем выбрать любой другой, для примера, например, 2010. Все данные на лету будут отфильтрованы по 2010 году. Все это происходит очень быстро, так как все данные загружены в оперативной памяти, в оперативной памяти все эти впечатления производятся намного быстрее, чем на жестком диске. Также можем просмотреть какой-то определенный промежуток, например, вот эти месяца. Это добавится в панель фильтров, и данные также отсортируются. Эти показатели. Берем их. На втором листе представлен анализ показателей. Здесь можем видеть три графика, два из которых так называемые комбо-чарты с двумя осями Y. И один круговой график. Также здесь есть таблица с показателями по сотрудникам компании. Первый график отображает выполнение плана по салонам. На примере я хочу изменить отображение этого графика так, чтобы на первом месте стоял салон, показатели салона, с наибольшим показателем плана. Для этого я должен зайти в вкладку в режим редактирования, выбрать этот график, перейти в вкладку Sorting, и примстить план на первое место. Как мы видим, отображение изменилось. Второй график отображает динамику показателей за выбранный код и за предыдущий код. Также по салонам. Здесь я хочу изменить представление вот так, чтобы стиль обоих этих графиков был единообразным. То есть я хочу изменить отображение правой оси в виде кругов на линии. Для этого я также захожу в режим редактирования, выбираю этот график, перехожу в вкладку Data, выбираю вкладку Rost и меняю значение с круга на линию. Теперь представления этих графиков единообразные. Круговой график отображает процентное распределение прибыли по салонам. Здесь я хочу изменить представление салонов, например, на сотрудников. Для этого захожу также в режим редактирования, выбираю этот график, выбираю вкладку Salon и просто меняю значение Polyfield на FIO. Но так как сотрудников у нас очень много, нужно присвоить какой-нибудь лимит. Для этого я выбираю в упадающее меню Limitation, выбираю Fixed Number. Ставлю, например, 8 и без показа остальных. Теперь график изменился, он показывает процентное соотношение по сотрудникам компании. Таблица. Здесь представлены все сотрудники, которые работают компанией, которая связана с прибылью. Можно выстрелить по профиту, выбрать 5 первых сотрудников. Кстати, да, график тоже отсортировался. Перейти на предыдущую вкладку и узнать, например, их валовую прибыль, что составляет 16,9 миллионов рублей. Если мы их уберем, отобразится общая валовая прибыль. Третий лист приложения представляет анализ по мастерам. Здесь мы можем увидеть три графика и одну таблицу. Этот график является комбо-чартом, где на левой оси представлено количество заказ-нарядов, а на правой их средняя стоимость. Я хочу узнать ту же информацию, то есть количество и среднюю стоимость, только не для мастеров, а, например, для склад-групп. Для этого я должен перейти в режим редактирования, выбрать этот график и нажать на кнопку «Добавить альтернативу». Здесь в поиске я должен найти склад-группу. Выбираю ее, нажимаю «Дан». И здесь у нас появилось выпадающее меню, где мы можем выбрать другое измерение. Также можно сделать для любого поля из модели данных. Субтитры создавал DimaTorzok